Здравствуйте дорогие друзья! Вы на канале Этот Прекрасный Мир. Сок подорожника чаще всего используют для снижения лишнего веса. Однако полезные свойства всем известной травы на этом не заканчиваются. Сфера применения подорожника далеко выходит за рамки прикладывания листа к ране или употребления витаминного напитка для обретения встроенной красивой фигуры. Состав подорожника очень богат микро- и макроэлементами, очень полезными для человеческого организма. Столь богатый по своему химическому составу лист подорожника позволяет его использовать в самых разнообразных целях. Свежий или законсервированный сок подорожника позволяет бороться со следующими проблемами. Он используется при вирусных кровотечениях, бактериальных, грибковых и других заболеваниях, воспалительных процессах, как болеутоляющие средства, нарушение обмена веществ. Используется для повышения иммунитета, улучшения качества крови, снижения плохого холестерина в сосудах, а также как косметологическое средство, борющееся с фурункулами, прыщами, нарывами и улучшающая общий внешний вид вашей кожи. Это далеко не полный перечень всех полезных свойств сока подорожника. Я собираю подорожник и заготавливаю из него сок в течение всего лета. Однако, как и у любой лекарственной травы, у подорожника есть противопоказания. Это высокая свертываемость крови, гастрит с повышенной кислотностью, острые и хронические панкреатиты, индивидуальная непереносимость, аллергия и высокая температура тела. Не рекомендуется пить этот сок беременным женщинам и женщинам в период лактации. Сок из подорожника в домашних условиях можно сделать двумя путями. Первое, это отжать через соковыжималку шнековую. И второе, приготовить мясорубку с крупными ячейками, марлю и острый нож. Можно отжать через мясорубку. Лист подорожника лучше всего собирать в пасмурную или сырую погоду. Тогда он будет более сочный и с него получится большое количество сока. Я собрала лист, хорошо его промыла, обсушила. Сейчас я режу на мелкие части. Я буду отжимать через шнековую соковыжималку и режу для того, чтобы волокна подорожника не намотались на винт. Вот такой вот сок подорожника у нас получился. Он темно-зеленого цвета, сверху есть небольшая пена. Только что отжатый сок необходимо перелить в стеклянную банку. Сок подорожника очень трудно сохранить свежим. Он хранится в холодильнике в стеклянной банке не более 2-3 суток. Чтобы сохранить его на зиму, его можно заморозить. Я буду замораживать вот такие одноразовые пакеты для льда. Очень удобно. Либо законсервировать его спиртом. Чтобы из свежеотжатого сока сделать спиртовую настойку, необходимо взять такие пропорции. На 1 литр свежеотжатого сока мы берем 0,5 литров спирта. Все это смешиваем, оставляем на 10 дней в темном прохладном месте. Затем через 10 дней эту настойку процеживаем и употребляем. Свежий сок при употреблении необходимо разводить водой. В пропорции 1 часть сока на 3 части воды. Это необходимо для того, чтобы концентрированный сок подорожника не вызвал повышенного образования кислоты в желудке. Принимаю такой сок по 1 столовой ложке после каждого приема еды. Этот сок применяют при лечении целого букета болезней органов дыхания, бронхитов, трахеитов, воспалений легких, ринитах, фаренгитах, затяжном кашле. Лечат ожоги, нарывы, фурункулы, эрозию шейки, матки и другие гинекологические воспаления и болезни. Если вы заметили на своем дачном участке или на ближайшем пустыре большие заросли подорожника, воспользуйтесь этим средством. Заготовьте этот чудодейственный сок на зиму. Я разлила сок вот в такие одноразовые формочки. Их удобно хранить в морозильной камере. При необходимости отрезал вот такой вот кружочек, разморозил, разбавил с водой и употребил. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам, счастья и всех благ! Субтитры сделал DimaTorzok